Всем привет, у нас сегодня будет Магнус и играет на этом герое Райс, легендарный игрок, задротно Магнуса, самые популярные хайлайты в интернете, принадлежат этому игроку. Привет, ребят, да, вы на канале Аналитика Ошибок, с вами Жора Серега, будем сегодня смотреть за Магнотавром. Коллапс говорил, что и Райс лучше Магнус, и Райс говорил, что Коллапс лучше Магнус, вот, но один проигрок, другой просто любитель этого персонажа. Всегда у таких есть чему поучиться. Сегодня посмотрим за хайлайтиками, сыграл он хорошую, достойную игру на этом герое. Вот, будет реализация всего и скьювера раннего с блинком, и рпшечки, и интересные моменты на линии. Вот у него тут линия, если честно, которую выиграть буквально нельзя. Ты ее выигрываешь, если стоишь хотя бы 50 на 50, а может быть, ну, немного проигрываешь, ты уже, в принципе, свое выполняешь. Потому что Маморф плюс Бристлбэк, пятерка, это такая тяжелая линия, ничего им не предъявить. Маморфа ты, в принципе, не можешь убить. Как-то жестко подловить, может быть, получится, но увидим. Шейкер подблочил фиссуру и, получается, первую пачку. Бристлбэк пятерка по наработкам китайской команды Team Zero, которая на ней те блеснула. Понравился этот персонаж людям, и в целом есть какая-то задумка. Брейсеры супер жесткие, хотя блочат крипов, но тут Шейкер корректирует. Молодец на Шейкере. Но Морф все равно выжимает максимум и отводит крипов обратно. Вот он, собственно, Бристлбэк пятерка, в который сейчас один будет двух героев звонить. Еще и два ближника, просто для Бристлбэка сладкая линия. Да, да. Ну, пока, пока ждем. Слушай, пачка пушится. Вот зачастую люди просто идут там и фулка потеряют на первых войвах. Вот, два пачка буквально там на тебя. Качал шокуэйв, хотел по двум героям нажать, но получилось только по Бристлу. Надо стик докупать. Он сперва не понимал, кто сапик, как враги линии, поставят. Вот. Я думаю, что они подумали, что это, допустим, медовый кунг, а оффлейн Бристлбэк, а что это демоны Монки Инг, это саппорты. Но по итогу он закупился на статы. Хороший универсальный закуп. В целом окей. Слушай, почти второй уровень. Оттягивает крипов на себя немного. А привести? Как раз ошибается, чел. Бодиблок. Бодиблок есть. Хороший момент такой. Подтянул еще под шейкер тут, шейкер пулит, ну какой он лак, не хватило буквально. Буквально несколько ударов, да, не хватило. Но тут как бы шейкера винить, в чем его вина, да, он пулил, понимая, что линия тяжелая. Поэтому тут просто не повезло, он лак. Ну и не повезло, что морф такой герой, которого убить невозможно. На самом деле, не будьте у морфовой формы, может быть, он бы и не ошибся, да? Ошибка привела к ошибке. Магнус привез только потому, что в морф плохой вейф нажал. Вот, ну больше такой случайности счастливой не будет. У них бикэмп есть, да? То есть сейчас они просто будут качать линию. И потом, может быть, как-нибудь, если оттянут линию, можно будет под тавер позавозить. Так, но Брисалбек тоже не лыком шит. Так, аккуратненько, на рейнже играется, не подходит. Не подходит супер близко, чтобы его не увезли. За большого надо пободаться, обязательно. Подзавал съедил рейнжа. Ну, слушай, на Магнусе качается. Знаешь, не получается, конечно, притягивать у морфа. Привез, шейкер. Он прям подбайтил Бристалбека. Шейкер, 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 ну просыпайся, ты чё? Ты чё, братишка? Мана нет на фиссуру. Ну какой анлак, я не знаю. Да, тут уже как минимум 2 кила, да, можно было бы сделать, если бы шейкер был тут. Ну, просто игровая ситуация такая, тут нельзя сказать, что же. Ну, зубы шейкер просто. Шейкер же не знал, что они настолько будут так подставляться, что у Магнуса будет возможность подвозить их под тавер. Ну, откуда он мог об этом узнать? Факт, факт, да, да. Ну, поэтому, наверное, тут как-то, я не знаю, нужно преддиктить наперед, возможно, чтобы подвывезли. Ну, ладно, тут нет его вины. Мы уже это определили. Но из плюсов он на Магнусе забрал Лотус. В принципе, по XP у него всё хорошо. Вот. Может быть, потом они как-то попробуют скомбинировать, и мразочек бы вместе стакнулся, и всё будет хорошо. Нормально. Два рейнджа тут, большого пытается своровать. Ну, не попытался. Морф Вейв Дэвил. Ну, и кодиски, смотри, да, шейкер всё равно хорошо всё сделал. Очень большая пачка идёт к Магнусу. И это соло-экспа. Очень много, на самом деле, XP получил. У него уже скоро четвёртый левел будет у Магнуса. Нормально. Два брейсера есть на такой линии. Если, в принципе, линия не очень простая, плюс реген решает, то можно. Бруски закупать и кайфовать. Ну да, да, всё неплохо. Если отбросить все неудачные моменты, то а сфокусироваться только на итоговом нетворсе, то даже по нетворсу Магнуса там на... Вообще, будет даже больше, если уже всех крипов добьёт. У него просто будет больше. Великая, честно, морфа. Ну, враги как-то агрессивно забегают. Слушай, на самом деле, по тему Магнусу это делать очень опасно. Потому что он тебя может доставить. Да, да. Не хочет пропускать, естественно, это не нужно. Просто я Бристаллбека надо попробовать отвезти. Бристаллбек стрейфуется. А ты падла на Бресле. Да, хорошо, отошёл. Ботинка нет, поэтому в такие моменты догнать достаточно тяжело. У Бристаллбека, хоть и МС базовый не сильно большой, но этого не хватило. Он просто слишком своевременно на Бресле отошёл чуть выше и чуть левее. Но тем не менее, на Творс почти 2000. У морфа тоже 2000. Вот и опять пачечка идёт. Такая забавная линия. Просто по таверам поддавливают постоянно. Ну и ты можешь приколоть. Ботинок принёс себе. Ботинок, кстати, вот в Манки Кинга какого-нибудь Разора. Хороший ранее. Вместо второго Брейсера. Где там Хепариген может не сильно зарешать. По часу, по ощущениям, они могли... Он сейчас уже в Тильте пиликает. Говорит, да подстань же ты его. Вот, потому что сейчас они могли нажать Шокуэйв. Шейкер, по идее, должен был встанить. Он должен был привозить и под гранатку бы они его забирали. Но по итогу... Не хватило дыма же, ничего себе. Чтобы оказалось, как будто они чуть-чуть не хватит. Морд перекачивается. А это скивер в 2. Это скивер в 2, который на самом-то деле имеет много урона. Стоишься дэмэдж, ты заметил, что он в приоритет Шокуэйву даже взял себе скивер. Это как раз такие делают, чтобы на третьем левеле, да, привисит к нападению на них. Ага, он решил чисто присталбека завести, да, чтобы манхидинг чего-то не развивал. Такой интересный момент. Может быть, повезло. По итогу инвокер делает тп. По итогу инвокера. Плюс киев, подбить немножко одного, второго. Шокуэйв по двум героям, он и МК тоже не сбил. Да, выжить. На одной тычке уходит на Магнусе, как хорошо получилось. Ну, отличный, отличный активный старт. Всегда хотел стать самым статусным пуджом в катке. Ведь все знают, когда есть красивый скин, то и хуки лучше летят. А тесте подготовили подарки в честь Вейнтернашнл. Теперь крутые вещи из акта, включая компендиум, обе арканы на Скай и Вингу, коллекторки, ДК-хук и кучу всего, можно заутать по огромной скидке в одном месте и быть самым крутым в катке. Обязательно досмотри интеграцию до конца, чтобы забрать огромный бонус к пополнению и сундук с топовыми шмотками в подарок. Прямо сейчас залетай на тесте и открывай новую линейку сокровищниц Вейнтернашнл. В ней собраны все самые редкие и дорогие скины. Я уже успел открыть пару новых кейсов и дроп в них меня приятно поразил. А с новой механикой мультикаст из этой линейки можно дополнительно вынести 3 новенькие арканы с одного сундука. Я не видел такого мультикаста еще ни у кого. А если такой халявы мало, то заходи в бесплатные ежедневные сокровищницы. Они доступны каждый день и бесплатны для абсолютно каждого. Я уже успел забрать коллекторку за 6 тысяч рублей. Такой халявы ты не найдешь нигде. Ставь видео на паузу, переходи на сайт, вводи мой промокод, получай бонус к пополнению на 15% и еще один сундук с топовыми вещами в подарок. Заходи скорее, ведь ивент уже скоро закончится. Давай посмотрим, что у нас в итоге по нетворцам там на карте. Магус на второй строчке ничего себе. Да, да, получил киллы, вот знаешь, он-то и не проседал по качу. И порой кажется, вот я думаю, что в игре он вообще не понимал, насколько он себя прекрасно чувствует. Хотя на самом деле, если ты сыграл 5-10 тысяч матчей на Магнусе, то ты прекрасно понимаешь, что твойный форс означает относительно других игроков и в целом в игре. Поэтому, наверное, он подтильтился с парой моментов, но не страшно. Заметь, как он хорошо... Вот несколько моментов, которые стоит отметить. Как он хорошо юзает шиквейв. Всегда через крипа, чтобы пробить крипа и героя одновременно. Если урагов милишный саппорт, будь то там бресталбек или просто базовый дефолтный милик типа тронта, если он стоит в мили-рэйндж, линию против себя, то можно нажать, получается, первый скилл через билишного саппорта в рейнджа, одновременно двух героев просто, проще говоря, пробивать. Вот. Как хорошо отвозил тоже до этого. Так, тут контроль экспы. Э? Вот это ты нафак капил, но что-то у демони как-то. Еще и плюп от тавера получится. Сейчас я не мог тп нажимать, да, если бы я бизарно не... Как-то это... Поплава произошла. Запутался он немножко. Хочешь в мире за работой, он не стиг, не фейрик, не жал. Не было ситуации, в которой он тут умирал, если что. 1х1. Это мне кажется... О! Он успел нажать перекачку. Молодец. 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 Я хорошо сыпел. Ну вот ты тоже резко так наматился. Заверное, может быть, стоило... Знаешь, вот что у коллапса я подсматривал. Он такой немножко назад стрейфуется и резко на развороте дает РП. Кто не знает, РП можно давать параллельно разворачиваясь героям. Ну, видели хайлатики, да? Вы нажимаете в одну, параллельно герой двигается и в обратную сторону может развернуть РПшка героев. Вот. И то же самое. Ты назад стрейфуешься и резко на развороте... Там сколько получается градусов? На 180, да? Да, это... Угу. Там на линии, но не получилось. Рисурка. Мимо, к сожалению. Поздно. Но... Плюс мораль ловят, ржекают. У них такая чистая линия землетрясов, шейкер. Плюс магнус. ТП подмит, потому что он что-то быкует, чувачки. Хорошо прячет шеду демон. Поваршот мимо, по манкинингу не попадает. Попытался он на МК подспилить. МК тут не оказалось. Плюс от Бристалбека подвышал. АМК на ветке. МК прыгает. МК чуть просто флексит. Бристалбек запшикивает. Бристалбек в Саверну, по-моему, отправился. Ну да, да. Он на Бристалбеку дрался, дрался, потом бац, и никого рядом из тиммейтов нет. И ты просто вокруг пяти вражеских героев. Буквально пять героев под мидом. Готалось. Ну, Бристалбеку все стянулись, тэпки все нажали, коры выжили. И овцы целы, и волки сыты. Центральную башню сеть света. А я камбек. Я пятюшка Бристалбек. Ну да, он через брейсер играет. Чисто с ворованный билд. Если мат не употребляет. Теперь блинг. Теперь блинг качаем, и потом по коллапсу. Максим Шоквейв играем под мид. То есть вы должны сейчас купить блинг и просто вывозить героев под мидом. Реализовывать. О, ты видел как микрострейв сделал? Понял, что не вывозит. Нажал Шоквейв. Хотел нажать скьюер. Не получалось. Поэтому я нажал Шоквейв. Скьюер отменил. Сделал микрострейв вперед и потом вывез. Попытка убить морфа. Герой, к сожалению, вот такой вот интересный. Любая выкерри уже бы сдох. Но морф прям хорош в этом плане. Файта как такового нет, но из плюсов тут уже 5 вражеских героев, да? Как командная прям дота получается, что все стягиваются. Рановато. Кейбр, они вместе собрались. Отвечает, реакция, трякция. Порой это хороша. Так вы могли просто морфа убить. Ну что, пачку, вот не фидит, не фидит, не выходит. Смотри, три крипа по итогу мог бы стать к ним ближе, но зачем? Если по итогу все эти крибы потом до тебя доходят. Верхнюю башню сил света атакуют. Это на самом деле как будто такой полупрофессиональный вайп. Стоять просто под тавером и ждать пачку крипов. В матчмокинге так вообще редко кто делает. Терпения вообще не хватает. И здравые оценки того, что крибы как бы даже не умрут. Ну все, качаем блинг. Качаем блинг, шоквейв нажимаем. Арканцы отлично работают, как мы видим. Арканцы там и шейкеру тоже приятно наливать. Особенно приятно на Магнусе играть под какую-нибудь белочку. Вот с Рубиком можно красоту мутить. Рубик лифтит на тебя, ты с кювером вывозишь. Сиником я видел, как коллапсы мира мутили в свое время. Ты тосаешь, потом привозишь просто. Еще раз хотели поймать морфа. Шекер, он просто, знаешь, нажимать кнопки. Он не говорит Магнусу, что сейчас будет физура. Будет глимс. Глимс в двойку рейнджик пытает. Но они как будто передумали его фокусить. Он все еще на Магнусе пытается поймать. Чекер? Ты чего? Чего я ничего не понял? Он тэпл софта, просто под себя не смотрел. В топе был файт, там он китинг нападал. Вместе с шоу демоном. Он шекере, у меня просто башка отключилась. Он тэпку начал сжать. Он просто как стоял, так и начал сжать. Тэпп, вообще плевать на два героя рядом. То, что может сбить, может. Возвожди морал, а тебе 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 тебе. Но на шекере, как проинвести ради, как настоящий тиммейт. Нажал тэпку. С нашей перспективой, как крин-джога, выглядела. Но ничего, бывает. Блинк 400 голды. В целом копейки, главное сейчас не нафидить. Это очень важно. Вот такие менты, если допустим, там пачка далеко, можно подиставить себе биг заранее, да. Стоять правее к лесу, как он это делает. Будешь стоять левее, там, с большей вероятностью тебя зацепят. Сейчас день, поэтому у тебя обзор большой. И справа стоишь, то увидишь заранее выход. Ну, как сейчас, допустим, да. Если бы он левее, что-то идем, он бы его подцепил бы. Смартфом они бы его разобрали, потому что уже дэй ультимейт есть. Поэтому позиционочка на линии очень важна. Вот особенно на такой стадии, где урона уже хватает по тебе. Блинк практически готов. Он степкой, если что, под команду, под вотом героя. Он задоджил выход. И теперь, получается, тиммейты бегут под бот. Минлокер колдует, шоквейв по таймингу. Прячу от себя чел. Ну, скьюер потратишь, чтобы просто они на него много времени не тратили. Плюс в надежде блинк сразу купить, да, и уже нести. Бегутся три столбеком. Ну, что, как будто... Фаа. Точно, это не шейкер одеясь. Это шейкер моей команды, сто процентов. Топорик надо переложить заранее. Топорик переложить, но он мангус хавал, окей. А у него просто там блинк подлетает. Не показывать блинк надо сейчас. Отошел. Надеемся, что варда на линии нет. На пачку крипов не выходим. Он как будто пошел, показался. Я бы на его месте пошел бы по широкой дуге. И попробовал бы Морфа поймать. Нормально, да. Хорошо запрыгнул. Слушай, я не понял, почему в том моменте шейкер ульт прожимал. Я думал, у него был блинк, и ему блинк сбили. Но он без блинка. Не-не, он просто хотел по Морфу. Он же реально с Морфом стоял. Он думал, подчейнись его как-то, чтобы РП продлилось. Может быть, он хотел поймать его до перекачки на шейкере. Чтоб Магнус потом РП продлил. Но по итогу, Блинк он купил. И тут же реализация последовала. Морф, если честно, видел на пачке. Не знаю, как ты почек. Такое ощущение, что он просто, знаешь, кнопки нажимает. Знаешь? Надо на фиссуру шейкера. Что-то есть, задать, знаешь. В катке прожать 40 скиллов. И неважно, в каком порядке, куда, во что. Ну, кто такую игру не играл? Слушай, подмитом можно вывозить. Ждет. О, грипп. Просто стомочек. Нормально. Ой-ой-ой. Ну вот тут, вот тут и Магнус наконец-то обделался. Над шейкером ржом. Но, конечно, когда у тебя 20 мувового сделано, ну, в парочке можно плохо кнопки нажать. Бегут поток. Почему он сразу не вывез? Я объясню. Там, если бы он вывозил бы через забор кинодик фил без раптора, когда он закрыл, по-моему, герой остался бы в заборе. Я не уверен, но, по-моему, это так работает. Немножко подвывез от корабля, чтобы щедо баф не получил, чтобы станды мэйта не поймали. С блинком, как мы видим, наводится активность. Самый старый олдскульный билд на Магнусе, это Мека следующей шмоткой. Вот. Ну, а сейчас с этого отошли. Мекку вообще, в принципе, покупают не часто. Если берут ауры, то берут пайп. Вот. И коллапс на подготовке к НС, в принципе, он тоже покупал себе. Блинк пайп. Выглядело неплохо. Форсик мне тоже нравится, но форсик это... Это именно на хайлайтик, если играть. Врага форснуть, себя форснуть, тиммейта форснуть, грамотно нажимать скьюверы с еще большей рейнджей. Тут прям у вас добавляется опционал. Степо, как мы видим, не тратится бездарно. Нажмется вход мид. О, видел? Он подзастрял немножко на заборе, на Манки Кинге. Но при этом из-за того, что забор закончился, он его как бы привез. Но да, если бы забор еще оставался бы, то кто знает. Как это работало. Знаешь, если честно, РП как будто можно нажать на него. Да, да. Потому что этот чел выигрывает слишком много времени. И это и по морали бьет, и по натворству на самом-то деле. Бац, и пятихатку на команду заработали. Он уже вальяжно так не качается. Ну и уже форсик почти готовый. Да, нормально. Вот, и поэтому под мидом всегда вам на Магнусе удобно играть. Потому что мид это такая общая точка соприкосновения всех команд. И много героев. Кто-то будет отпушивать пачку. Мид тавер самый важный, поэтому кто-то будет дефать. И поэтому вы, собственно, можете привозить, отвозить. А если там какой-нибудь рейнджевик липкий, картонный. Типа, это не знаю, длинный стоит. Сэфчик какой-нибудь. То вы вообще можете просто пофармить его постоянно. Выходит на блинке. Контроль рун. Чувствует именно геймплей. То, что под мидом будет каточка идти. Верка убили. Верка с лейтниром. Просто будет привозить. Он пиликает то, что, ребят, я бегу на перерез. Сейчас что-то будет. И по итогу... Какой-то непонятно. В кунку нападать тяжело. Не знаю. У них ультимейт вообще ни у кого нет, если что. Просто выходит. Я не думаю, что он даже хотел привозить, если честно, этого бресталбека. Да, такой файт какой-то супер корявый. Ультой диза нет. Ультой шейкера нет. Верка мертвая. Максимум, что они могли доподна пакосте через плейнвокера. Но... Учет под мид можно бежать. Под мидом... Там уже какая-то подвышка везешь героя. Под колл снэп, под станы шейкера. И Верка еще резается. Ну, РП не, да. Глейбнер имеется. Хороший же внутрь дворочка. Красиво сыграла. И магнус в свое время на тур. Шейкера. Констрайк, правда, мимо дал. Но красиво получилось все равно. А кунка? Кунка был и что? По итогу этот сострайк капец как зарешал. Что не хватило урона. Бав корабля. У кунки же сейчас врожденка. Это адмирал с романом. Делей 20% урона. Раз в 60 секунд. То есть кунку сейчас лучше либо бёрстить, либо не трогать. Вот такая сейчас. Пу, почти попался с лайком на инвокерем. Хорошая попытка? Не знаю, хватило бы или нет. Но все лажают. Кнопки жмутся плохо. И это нужно принять как данность. Типа просто... Просто играйте дальше. Думайте о следующем муве, а не о том, кто как ошибся. Вот варды под мидом очень важны. Очень важно, чтобы саппорты ставили по обе... Надо корректировать рпшки. Молодец, молодец. Да куда ж ты сансрек кидаешь? Должны, должны, должны. Нормально. Глимс хороший. Чё, квейф по таймингу. Заметил дату, как он красиво хотел сделать. Привести на форсике. Не получилось. Чё-то там... Подстанели, подзамедлили. И по итогу... Вот документ, он не замешкался, потому что у него много матчей. Он понимал, что единственный вариант сейчас привести мк, это нажать у него рп. Он нажал рп и привез. То, что по-другому... Другой вариант бы не сработал. И пауэр уже появляется. То есть, если милишный керри есть, можно подкачивать самостоятельно линии можно откушивать. Я думаю, что на таком магнотавре ты обязан себе шар в следующем слотом покупать. Вы получите вторую... Центральная башня сил света разрушены. Пинговал то, что вард стоит здесь. Действительно, так и есть. Практически в том же месте, куда он пинганул. Перед гогол. Ооо, ну это хорошо. Вот это было красиво. Это было хорошо. Он даже на шейкере не ударил, то есть они сейчас санстрайк кинули, шоку вейв кинули, слэм, пауэршот. Просто идеально, там 4-5 кнопок залетело и герой обивают. Есть кювер блинка, пока нет. Форсик имеется на команду. Надо форсить вверху, отлично. Минус корабль. Ужилл мк ошибается, но срубил свет его. Есть блинк, а привез. Красота. Эмпавер нажал, стик имеется. Жележку кликнул в ВРК. Ну мелочи, а приятненько. Клинк откатывается. Там привезли кунг, он хочет сейчас привезти, но не отпускает на героя. Да. На форсе привозит шаду тему, на фадуру дизраптора хорошо делают. Ха-ха-ха. Нейнмокер. Тоже красиво улетают вдаль. И тут то, что бывает. Нейнмокер рейтликающий. Поэтому ему кнопками попадать не нужно. Там Вичблейд, Гвейпнир будет. Такая прикольная, знаешь, мясорубка, где вы просто меситесь, кидаете кнопки. И, честно говоря, вот он на Магнусе сделал очень много для того, чтобы вот в мидгейме с 13 по 20 минуту где-то, да, на Творс нарастить. Сколько киллов подсетаплено? 10-0-8 шот. Врагов в лайнер кунга, ну, как бы кунга, да, 8-3-5. Сильный герой, базара нет, но он сделал гораздо меньше в этой игре. Программ нужно было понять, наверное, одну правильную, такую очевидную суть. Под мидом тяжело вы из такого Магнуса играть. Вы либо готовы всегда встретить такого Магнуса вместе, да, не по двое, по трое. Либо, соответственно, вы играете на сайт-линиях, играете, может быть, нападаете сами в Магнуса. А то под мид приходите, и там Магнус вас фармит. Вот просто он вывозит и качается на вас. Линза. Это чисто наработка Эрайза. Он ли вывоз? Почему я пропушивал тему шардом? Потому что это ваша Квейва, и он летит туда, а летит обратно. То есть ты как будто на таком Магнусе, вот как раз таки на дистанции работаешь, это хорошо выглядит. А Рай, кстати, если что, по-моему, всегда так закупался на Магнусе, вне зависимости от того, какая Мета сейчас. Теперь линзу форсик, да? Да, форсик линза, вот он. А я видел Мекку. Я видел Мекку после того, как коллапс выиграл Инт, вот, был бил там Блинк Мекку, он тоже покупал себя Блинк Мекку. Ну, это, понимаешь, от Меты зависит. Ему, видимо, Пайп прям Гига впадлу, а Мека уже не в Мете. Он, кстати, сейчас по Варду бегает, поэтому мы обсуждаем в Мен, то, что нужно всегда чекать. Вот он прям прошел Вард вражеский, и Шудо Демон его видел, поэтому Шудо Дэ так убегает. Ну, слушай, находит, но он Шудо успел спрятать, должен был на форсе сейчас привозить. Увы и ах, Варка с Глейпнером тоже не успела. Ну, почти. Что дальше? Дальше осталось закрепить преимущество, то есть вы нарастили преимущество до 25-й минуты. Можно, в принципе, в пассивных играх с Дишардом очень приятно камбэкать. Я думаю, что если вот игра не такая приятная, как у него, и... Можно линзу, наверное, не брать, а взять шар. Они не сняли Вард, они на Варде Смоку разбили. Да, Unlock. Фунта Пушит топ. А че? А че? А они же видели Смоку, они же прикалываются. Нужно байтится. А, это было плохо. Это очень плохая смерть. На МК может Full Mood, конфликт в команде, но как будто они прям на Варде. Может, они хотели пыренько как-то закачать, подвыть, я не знаю. Ну, это... Так, глупый какой-то мук от противников. Реально на Варде Смокунулись, но... Что-то я под мидом. Тут же ТП от Дизраптора. Вообще, у них перемещение в пространстве достаточно. И неинтересные кнопки. Глимс, фиссура, да? Привезти Магнуса можно. Прощупал, что-то демона. Ждет, ждет чего-то, чего-то ждет. И вот теперь можно привезти. Главное, от Санс Лайка, чтоб Килл Млокеру не достался. Ну, добивается. Сейчас будет X Mark. Шекера решили зафокусить. У Шекера Слэм выигрывает время, слушай. Ну, там Кринсон, Кринсон. Против Верки. Чёртовы иллюзии просто ходят и, блин, сбивают пангусы. Форсик, Шоквейв. Нет, не поцел. Там Бриселбека можно... Верка заходит в спину. Идеально по таймингу въехал в Москву, верит, что перекачка не нуждалась. Шоквейв сейчас будет. Шейкл, пока не привязал никому. Ну, там Кунка на самом деле хорошо замасил. Нифига ты на Кунке монстр. Ну, фейзы быстрый, Санстрайк подсветил. А, я Санстрайк подсветил, да. Попал Шоквейвом, отлично. Ну, там ещё и Глейдмер есть. Замагивается на Схювере. Хочет лосхит. Не получилось. Нидралка стопсидка мани и получается больше дневного обзора. Плюс 8% урона над заклинами. Не для дэмэджа, конечно, ты её берёшь. Но он взял для дэмэджа, но обычно. На магнессе там урон. Хотя, кто знает. Может и наносится урон. Силы тьмы используют сканирование. Великое на МК, он просканивал его, сейчас что-то будет. Что-то будет. Всё ещё на скане Манги Гинг. Увидел? МК прыгнул вниз, сейчас только шла. Вот МК. Писура. Шоквейв. Обратно Шоквейв. Привести на Схювере. Как будто придётся РП нажимает. Не хочется. Нормально. Не потратил. Сбоквейв играть, конечно, туговато в этот драм. Таланты. Замедление Шоквейва и перезарядка скьюбера. То есть, всё на то, чтобы быть сильным, таким мощным, противным. Через первый третий играть. Обычно брали действия импавра. Просто, чтобы семейки репа бафануть. Помани экономить. Я не знаю, снимите вы этот вар. Не знаю. А, всё, он упал, да? У них. Вообще, такая, знаешь, хорошая... Хорошая заметка. Если вард твой простоял где-то много времени, то после 7 минут поставь туда же. Потому что, если его не сняли, то вряд ли будут потом чекать. Так, прыгнул, напугал тут РПшкой. Потому что наша дема не может хитрый мог сделать. Даже вард просто пихнуть. 2 Шоквейва, много замедления. Но оптимистичная МДП, конечно. И все. Это знаешь, чины, которые станет цепляют. Они такие подставили. Некс, 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 некс. И все втроем решили, что, ну, next target надо фокусить. И никто по итогу не добивал. Было забавно, если бы не его пощадили. Пачку отпушивать прям, конечно, супер приятно с таким шардом. 13-0-13 играет абсолютно без ошибок. Кстати говоря, троечки у нас на мониторе. 33-13 счет. Сил света атакуют. Магнусу 13-13. 99 хребов добито. И вот так вот он прокатился туда сюда. Бывает. Пришлось нажимать РП, чтобы подстрелить тут инвокера. Ну и как будто могут... Нет, ничего не могут удивить. Повылазить можно. Нельзя увеличивать рейндж блинка, рейндж каста форстафа. То есть ты с километра можешь нажать. Прокат сам по себе, он такой же по дальности. Скювер кастуется дальше. Шоквейв. Маннереген. Сейчас шоквейв нажмет. Иксмарк от кунки. Ха-ха-ха. Памятница. Что это за Иксмарк? Ты не уйдешь на вристаллбеке. А это мотивы. Так, смаканули. Иксмарк от кунки. Иксмарк от кунки. Иксмарк от кунки. Иксмарк от кунки. Да, это для каста. Ой, какие метро неудачные. Ничего, шоквейв по всемах от кунки. Скиллы за лица. Ты знаешь, дата раньше вот была именно такой. Старенькая дата, когда ты. Именно за это ее и любили. Это зрелище. Это зрелище. Не хватает. Ты заметил, может быть, в телеге не постили, наверное, но хп средняя на TI увеличилась спустя вот 10 лет с 1400, по-моему, до 2800. То есть количество хп просто сильно возросло. Я думаю, что это тоже такая большая причина того, что teamfight кнопки, ну, они заканчиваются, урон нужно выносить потом от руки. И все упирается в то, что ты должен бить еще. Кликать, либо сплывайте, должны быть такие, которые постоянно на дэмэш наносит. Продолжают вывозить под мином, он сейчас еще раз может попробовать перевести. Почему Кая берется? Для опять же экономии. Потом он будет быстро кастовать. Шоквейв, скьювер, из Акая Яши. Но это во фишечке можно купить Кави Яши. Это, судя по всему, ее и возьмет. А, я не фига себе. Ну, анимация, конечно, красивая. Он уже тут расслабил булку. Но он слепую прыгал. Так-то. Да? Нижняя башня, ну, по-моему, он не знаю. Не обретил внимания, но вроде там не видно было. Подвышал, шоквейв нажал. Там шоквейв, демона видно. Блин, есть, кювера нет, Марк прыгает. Форсик по верке не сработает. Там альтажа, да. И ты хочешь закроить, можно идукатка, да? Убивай, а ну, ладно. Они зря сюда идут. Что они делают? Что они делают? Всем уйти нужно. Они сейчас по себе погибли. Ну да, спасали одного, умерли. Спасали тут уже аморф каленый. Может быть, как-нибудь. Есть шоквейв. Баргинсон заделит. Чейзит прикольно, но как будто с Магнусом. Это шутки плохи. Почти, почти, МК спрыгнул. Было очень красиво. По итогу блинг и за... А, и почти успел нажать блинг. Можно так Морф умерет? Морф умер. Забавнее. Но БКБ купил на Морфе. Нормально. По итогу они, получается, на врагах, на противниках. Ограли 5-6 тысяч уже. А если бы Морф не умер? Казармы сил света атакуют. Сцепает кунки. Жестко. Ну, ждем, ждем. БКБ нужна, но против Магнуса, против Шейкера, знаешь, бывает, что ты ее даже и прожать не можешь. Ну, это правда. Ну, Ворфе как будто ты можешь без БКБ. Ну, ладно, там дезераптор его напрягает. Ну, там слишком много сил. Локер, да, слишком много. Локер, да, слишком много. Локер, да. Нижнюю башню сил света. Балтик. Тебла сдают, ты просто не можешь бить. 5 секунд. Ну, ждем, ждем ли спауна Магнуса. Посмотрим, как он в щекаю Яшу сможет реализовать. Нейтралка тоже на Каст Рейндж. На дальность, плюс на интеллект. Я не припомню Магнуса, чтобы я смотрел за Магнусом Sky и Яшу с этой обновленной еще год назад. И сколько там? Полгода назад она обновлялась. Ну, год, наверное. На именно быстрей каста била. Крп моментально практически касается. То есть, у Морфа будет меньше времени на реакцию. Но, айтем за 4000, который дает тебе немножко больше МСа каст рейнджа. Ну, не скорости каста. Такое. Не думаю, что 4000 того стоит. Просто вот именно то, что игра пошла. Можно так забилдиться. В сторону Рошана муевается, а мидпачку запушили. А может это еще под рефляшер просто, знаешь, чтоб хватало все прожимать. Кстати, хорошая мысль, да. То есть, не Акторин. Но опять же, есть как будто предметы, понял, поприятнее, чем КАЯ. Если хочешь себе монопол увеличить, то купи себе Акторин. Он стоит на 1000 дороже, но при этом он, конечно, в 1000 раз эффективнее. Ну, менее зрелищный. Но, с другой стороны, как решил он МНК просто вывести. Хапанул его из толпы. И сейчас они его хлопнули. Хороший слэм по четырьм героям. Шейкер за всю боль стартовую лупанул слэм. Под контролем, но им пока урона не хватает. Верка что-то умерла, и по итогу дэмэдж никто не вносит. Привез бедного кунку. Нормально. Что, Марта не доскачет? Думаю, что Марта драться уже не может. Под шейкером, под магнусом, инвокер бьет. Он даже, даже, вот о чем мета говорит, да, даже инвокер, который по своему, по своей начальнице думки должен был быть лютым магом, волшебником. Он там, сколько у нас килов? 9-10. 10 килов. О, покупает все пик углы, нервиди, блейд и просто кликает с двумя врезбендами. Вы это имеете? Какая вот дота сейчас, увы. Силы света укрепили свои сооружения. Ну, может быть, что там, пользуясь им файта поменяют. Силы света укрепили свои сооружения. Магнус попытался МК подавить, но МК чуть левее, опять же, вслепую, прыгал, да? Почти угадал. Шейкеру просто не пауэр налил. Морф еще 30 секунд, но без ВРК тяжеловато. Что делать? Они по логике вещи должны отойти и дождаться сейчас РП. Ну, шейкера слэм 40, прокликали, посмотрели. У инвокера там, до БКБ, все 100 голды, он вообще с Кади себе хочет. Ну, просто ВРК подождать и потихонечку Рошана можно закликать. Подриганинса, брут лотусов, чекнуть, пачки все откушать. Повижу, но все хорошо. ВРК ТП ШИТ в топ, но он, скорее всего, хочет быренько прям толкнуть пачку и нырнуть в гейт, чтобы Рошана пойти убить. Ну, а на ВРК, я смотрю, он бежит дальше. Вообще, такой рисковый парень. А что, если я сейчас прям в топе, когда на карте никого не видно, принимаю? Это вообще в топе. Что, через шиду демона Морфа? Просто Вендран не работает и закликивает. Но враги, по итогу, бегут в боте. Там аккуратненько, так хороша она тоже. ВРК, хоть и показано, что на ВРК и Линку докачивает, окей. Понятен ход его мысли. Мид пачка, клубочки. Откатили. Можно смог какой-нибудь разбивать, если есть. Сейчас разобьет ВРК по пути. Не знаю, как она еще не умерла. Это вообще поразительно. В ТОПе быть, побежать через весь лес, на мид, нахушать мид. Враги, если бы играли бы быстро, они на паре были бы на Магнуса. Пока ВРК была в ТОПе, либо на ВРКу эту самую. Но они пока просто потихонечку двигаются. У них там свой план. Бристалбек заходит. Шарта у Бристалбека. Шоклайвом его попнули. Вот этот тайминг не поймутся просто. Это был... Повезло, можно сказать. Да, слушай, ну... Такое. Думаю, что это прям... Вот сорвал его, знаешь, свои формы. Очень красиво. Чел просто на морфе. Он сейчас сидит, наверное, он не дышит. Да. Это было хорошо. Ну, по итогу... О, можно Рошану все так же убить. А че нет? Ладно, он пошел линию пушить. Шекером за крипов борется. Там как раз дверь... Ну, тиммейты и так, в принципе, убьют. Они линии подпушат и уже бараки будут ковырять потихоньку. Ну, красиво. РПшка не обязательно должна быть прожда в 10 тысяч персонажей, чтобы... Застанем всех. Порой просто вот такая вот тайминговая РПшка. Подсейвил шейкера. Не дал морфу нажать БКБ. Он, конечно, мог кликнуть БКБ. И, может быть, даже... Пережил бы, но он офигел на морфе. Не подумал, что так все будет. Он мог себе, в принципе, уже кольцо Тараски купить на Магнусе, чтобы... Чтобы хапориген был. А то что-то как-то хапоригена... Недостаточно. Вот. Тиммейты идут. Он пока не идет. Он говорит, ребят, дайте докачаю. И он брейсер еще продает. Там за 250 монет. Тиара стоит 1800. То есть ему нужно 1550 на руках. Ему еще нужно примерно 70 голды. Там допушили казарму, и деньги появились. Хорошо. Попрешку бы подрегенить где-то. Да, вот сейчас слифайша подрегенить. 27 хапоригена. Встало. Двер поесть. Грязюку будем делать? Что идти байки на мэрке? Не хочется показывать рефрешер. По-хорошему, конечно, смог иметь в инвентаре. На 37 минуте может выпасть. Нижний казарм и сил света атакуют. Ну, же, чтобы кто-то начал поедать. Да, вот какой-нибудь шейкер, может быть. Да, как будто они могли потихонечку идти на вражескую базу. Попытаюсь поймать кого-то в тройке. Что в целом тоже, как вариант. Можно дезадвардить еще тройку. Можно сыграть от Магнуса, именно, чтобы он вывез. Но там что-то иди, он будет готов. Там гунка, возможно, будет готов. О! На морфе. Ошибочка. Ты с Магнуса можешь и не уйти. Ой, а там глимс. БКБ. Но он ТП не может нажать, да? Потому что ТРП очевидно. На бедный морф, конечно. Он, он остался так. Случайно его нашел Дезраптор. По итогу Магнажмут ТП, они все жмут ТП. Надо быстренько бежать под Мид, вот им это мид пачка, надо все сейвить. Возможно, глимс жадь, но ТК уже ее скипает. Да, по итогу Мид пачки не будет. По итогу смерть морфа повлечет за собой сносто два вышки, наверное. Аркоганда бьет. Это для меня. Сейчас что-то будет. Талант на дальность кивера. Норм. Много ведут, а закончить не могут. Очень большой рейндж у Магнуса, хэтбенда еще прилетела. Да. От монитора до монитора вязать. Па-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Терзик стоит. Терзик можно убить, потом на отходе может. 35 секунд морфа нет, го-пушить. Го-го-го, прямо зайди на хг на ВР-ке, да и лави, у вас есть два форсика на нее. Гример шейкер, кстати говоря, с рефрешером тоже. Сейчас что-то будет. Враги не дураки, не всталом вместе, а блин, прикинь, ВР-ка, шейкер, Магнус. как общему вот если стал вместе туда как будто выиграть вообще не хочет есть глим что-то я себя спрятал он знает как работает на магнусе это фишка но он он не знал где конкретно что-то делаем на примерно понимал всего поймал крест его покоют потихоньку форсик есть у инвокера дизраптора что держат про solar на сейф go 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 секундами давайте покажите fight нам все очень долго-долго боятся прям не бойтесь не бойтесь не бойтесь верка огоним ждала ладно сейчас на форсе заходят пункта жестких smart нажимает fight надо начать кому-то 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 ходу по ходу магнуса придется а у него форса нет боится что останется никому впереди стать 3 range героя это бэд бум тим я вообще наверх и как будто бы должен у него ели с чем боится конечно минута я вместо два форса у тебя тиммейты всех убьют ты чё боишься братишка ума что ли сошел иди просто нажми ульт въедь в героев добылогие ладно я все беру в свои руки крипа этого на bristol баки убили да да наверх и конечно боязливый чувачок ну хочет хочет уже идеально закончить давай делай грипов в итоге вообще не нужно было взял все свои руки и просто ты просто сделал мегаса арки даже не понимают что им нужно делать сутка в итоге пройти не бьет уйдет на очень хорошо разлютиться можно родственное было сделал порсик работает ну как будто надо в него ирп лупить морф печаль итоги байкается такой файт на враги до конца не показывались какие-то конца не показывались злой нам идеально вообще ульт прожал на хорошо хорошо неплохо вывез неплохо еще одного привез через морфа по итогу там морску чтайна наступил на два слова просто секрет сотку но так поражал закончится парашкам этой игре к сожалению не получилось увидеть чего-то такого сумасшедшего на основном скьювере классно работали но и в целом поймал тайминг привозил увозил не безошибочно он в игре много кто ошибался но хороших моментов тоже было предостаточно поводу р.п. ты хорошая по нажимать как тебе враги позволяют хорошая если они не ставятся вдвоем втроем четвером оттолкнул его часы еще нейтралкой физика бандой морка почти убила себя в мэйл таки фото бакова даже не нажимал биджей ну и трон сломают кайфовый герой магнус так пофлексит на карте да особенно с таким был дом надо можно 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 кайфовать есть отдельный тип людей вот я такой я люблю там привезти искать тиме разбирайте пирожки горячие ну хорошо это был магнус от и райса пишите ваши комментарии всем пока